ребята всем привет с вами таня в сегодняшнем видео я хочу показать свои зоопокупки они совершались на протяжении двух месяцев и начнем я пожалуйста покупок для щенка первое и обязательно что я купила это вот такая вот расческа специальная от этой фирмы не буду я читать чтобы не коверкать слова аир ластик или как нам такого приятного красивая мягчачьего цвета вот такие вот кончики я буду покупать йоркширского терьера поэтому мне нужно обязательно расческа и без капелек на кончики она немного жестковатая мне кажется но если не очень давить на кожу то думаю все будет в порядке но я все равно буду покупать другую более профессиональные например артера так следующее это было вот лакомство его я буду давать уже с 4 5 месяцев но срок годности здесь хороший до первого месяца восемнадцатого года вот это ученые гантели для зубов что хорошо и составе вот такой что там у нас пятьдесят девять процентов утиного мяса утиной грудки точнее далее там сейчас утиной грудки что на первом месте картофельный крахмал соевый белок глицерин глицерин соль соль это не очень хорошо но редко для того чтобы погрызть почистить зубики можно так след и это все пока что покупки для собачки будет позже еще следующее это у нас гамарус это специальная пачка для улиточек это одна покупочка что у меня для улиток потому что они в основном сепию кушают овощи фрукты и белок и кальций которые я делаю самостоятельно так гамарус я покупаю 5-6 пачек потому что я и хомячкам даю в корм и вот улиточкам как животным белок это все что я купила для улиточек и также это можно отнести покупку для хомячков следующее самое главное что я купила и нас уже заканчивается я буду покупать следующие упаковки покупала я кукурузный наполнитель вы видели в одном из видео когда я говорила вот столько у нас уже осталось здесь один килограмм плюс подарок 300 грамм покупала я три пачки то есть у нас почти 4 килограмма было и вот столько осталось примерно на один раз поменять и если еще добавлять чем опилочка опилочки я добавляю меньше поэтому у нас больше осталось я добавляю 70 процентов кукурузного наполнителя и 30 процентов опилочек опилочки у меня фруктовых деревьев вот сейчас покажу вот у нас написано фруктовых деревьев на это по-украински написано но видно что фруктовых написано вот без ароматизатора гигиеничная постилка для всех видов грязнов следующая покупка это будет у меня этого наполнителя буду покупать 10 килограмм они недорого стоили он покупала в интернете магазине корм комью а вот там только только там я вижу этот наполнитель поэтому я буду покупать больших количествах потому что это всегда нужно и не всегда дешево следующее у нас это вот такое вот чумиза чумиза или как так и называется здесь было три штучки но я добавила одну штучку поделила на такие вот кружочки которые отделяется и добавила в корм вот и так же я что в обычном магазине пром товара купила вот такие зажимы чпадлолаком для пакетчиков чтобы ничего не выветривая стоили они также недорого и так хорошем качестве вот видно что зернышко и есть и есть есть что хомячкам покушать следующее и так же я покупала в корм это у нас одуванчик вот здесь такие вот и листики . нет листики стебельки его я также добавляю в корм вот так же на зажиме обычно вот такой вот видно листики нас следующий у нас от лолопэтс это вот такое вот лакомство которое состоит из разных растений сейчас я вам прочту вот лолопэтс там есть и овощи и фрукты вита хэрбэл не знаю так вот здесь 30 грамм очень мало очень дорого это как бы для шиншиллок но химички тоже как бы травоядные зерноядные и им тоже также нужно вот состав так цветки гибискуса ноготков хмельных шишки лепестки шиповника цвет ромашки цветки подсолнечника и цветки мальвы вот такой вот состав пахнет очень вкусно такими травами летом и также я хочу позже приобрести еще и овощи попробовать так что когда я вижу лакомства разные для грызунов и с хорошим составом я обязательно покупаю потому что у нас небольшое количество лакомств как в россии например от литл ван или от других фирм поэтому я всегда покупаю разное лакомство который хороший состав также хотела дополнить что в каждой упаковке кукурузного наполнителя было вот такое вот зерно для проращивания вот и поэтому это очень приятно у меня три упаковки таких зерен и я если вы захотите увидеть видео тоже с вами вместе прорастим это зернышко поэтому пишите в комментарии хотите ли вы видеть это видео следующее это у нас вы уже видели по двух предыдущих видео это вот лакомство сверчки от фирмы 3x и столь они дорого у меня тогда их до сих пор не кушает а каля уже два сверчка скушала поэтому хорошо что хоть один хомячок у нас кушает их не зря потратила денежку потому что они прилично стоили за 25 грамм следующая это была вот такая мисочка для кая поменяла ей вот такой вот хомячком с морковкой очень мило особенно внутри вот обычный керамический домик от фирмы трикси у нас много продукции от фирмы от этой фирмы следующее это вот такой корм для волнистых попугайчиков это варсель лака столом 73 гривен покупая в обычном зоомагазине я купила не тот ком который мне надо мне надо было для средних попугайчиков на я купила для волнистых но также здесь состав состоит почти весь и спроса мои хомячки любят просто поэтому я 100 грамм примерно добавляю форм вот можете увидеть состав она процент она процентированная в основном здесь проса и вес этого корма килограмм поэтому следующий раз когда он уже у меня закончится я возьму обязательно для средних попугайчиков вот так он выглядит далеко следующее обязательно что я купила это лекарство для теги кто видел последнее видео то мы можем наблюдать что у теги слезился глазик и он не открывался он открывается но позже когда он более активничает вот я пошла в ветаптеку спросила у врача как точнее продавца консультанта которые какое нужно приобрести так как у нас маленький маленькая аптека настолько было это лекарство я спросила у своей знакомой то что то что ориентируется хомяках по грызунам работает она ветеринар и ротолог я не знаю как правильно возможно если я неправильно сказала то вы мне напишите в комментариях и вот этот гель она советовала говорила что можно его только жаль что не было никакой скидки на него потому что уже на 4 числа этого года то есть в апреле уже заканчивается срок годности вот так как у меня один хомячок не это большую больше половины у меня уйдет в мусорку но ради хомячка ради его здоровья мне не жалко не такую большую сумму он сто примерно 100 рублей это были все покупки для хомячка следующая это идет для моего котенка но он уже уже такой взрослый кот уже видно такой жирненький так вот это вот колбаску одну купила вторую он уже съел но от другой фирмы санал наверное или не помню как вот это джим кет хороший состав она с огненком и индейкой так сейчас фокус найду здесь сейчас очень стерта здесь хороший спроцентированный состав мясо 30 процентов из них индейка не 90 процентов просто видно что стерта ну короче индейки здесь 32 процента и гненка 15 процентов так и вот я корню не только котенка а его маму кошечку у нас только остался котенок наш и осталась кошечка следующее у нас вот такое вот лакомство от фирмы трикси нас уже одно заканчивалось и мы купили второе ты для зубика уже также заканчивается и также нам надо купить от вывода шерсти здесь состав конечно не очень потому что на первом месте это у нас зерно мясо и мясо продукты рыба и рыбопродукты масла и жиры вот такой состав не очень но я даю редко раз в неделю каждое лакомство чтобы побаловать котика и последнее что осталось потому что покупала три у нас пауча 2 мы уже съели это осталось сочной телятина и вот у нас это фирма распространена поэтому в обычном магазине можно купить это лакомство здесь я думаю уже много раз видели состав есть 80 процентов мяса так поэтому 2 мы получал уже съели и осталось один который я завтра дан на 14 февраля вот такие вот у меня все покупочки если вам понравилось видео то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь обязательно на канал на моей группы вконтакте я оставлю ссылочку в описании а также у меня к вам такое вот предложение потому что я хочу сделать конкурс на 200 человек когда у меня на канале наберется 200 человек я сделаю конкурс и хочу чтобы вы под этим видео написали какие товары вы хотите получить в подарок и какие у вас есть животные чтобы я ориентировалась купила для всех животных подарочки чтобы я могла собрать эти подарочки и обязательно подписывайтесь на мои группы на канал так же не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вы всегда видели мое видео первые всем пока мое видео вот 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 вот